Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я автор этого видео. Странно, да? Ну, в общем, в одном из моих предыдущих видео, которое было посвящено микросервисам, я показывал шаблоны, при помощи которых легко создавать новые проекты. Эти шаблоны были основой для бэкэнд разработки, фронтенд нужно было использовать на ваше усмотрение такое, какое вы захотите. Любой спам можно было, любой фреймворк. В общем-то, акцент был на бэкэнд, то есть на серверную часть. Этим видео я хочу не просто создать каталог товаров. Тему, которую вы прочитали в начале. Хочу в реальном времени создать каталог товаров, то есть вам придется, возможно, немножко перематывать, ну, потому что я не очень быстро печатаю, за 20 лет так и не научился. Я хочу показать возможности шаблона, которые были озвучены ранее. Я хочу показать проблемы, которые встречаются при разработке на платформе .NET Core. Хочу показать их решения, возможные варианты архитектуры. То есть я, в конце концов, хочу показать, создать публичные репозитории с каталогом товаров, то есть с проектом каталогов товаров, который можно использовать как отправную точку, ну, то есть как начальный вариант, допустим, если вы захотите построить свой интернет-магазин, я думаю, что вам это, ну, поможет. Возможно, также я покажу и пример взаимодействия фронт-энд разработки с бэкэндом, то есть проект фронт-энда, как он будет подключаться к бэкэнду, как будет рассказывать о том, что есть на бэкэнде, как будет показывать. Возможно, даже какой-нибудь фреймворк возьму у SPA. Я, в общем-то, больше по бэкэнду люблю, но тем не менее, чтобы как-то все срослось, хочу показать. Собственно говоря, надо отметить, что ключевая момент будет все-таки про бэкэнд, который будет на спад-энд-кор, который будет на версии 2.2. Я буду использовать Visual Studio 2019 Community Edition и, собственно говоря, вам тоже рекомендую скачать, но это что интересного. Сразу же хочу сказать, что, в принципе, начнем мы с того, что установим шаблон, но этот шаблон не является конкретным каким-то контент-менеджмент системой, то есть KMS, который не даст вам никакого готового решения. Это всего лишь шаблон, то есть один из шаблонов Visual Studio, который как бы просто пинок вам дает, чтобы вы могли начать с чего-то двигаться. Дальше, как я уже сказал, я буду использовать Visual Studio 2019, тем не менее, шаблон протестирован на 2017 и на, собственно говоря, 19, причем редакция не имеет значения. То есть и Community, и Professional, и Enterprise, ну, значения не имеет какая. Если вы не хотите установить шаблон или не можете, или еще что-то, то вы можете просто вот по этой ссылочке перейти в мой репозиторий, поставить галочку Folk, в смысле скопировать себе мой репозиторий и, собственно говоря, дальше в своем уже, собственно говоря, делать, что хотите. То есть он тоже, может быть, иметь отравной точкой. Ну и, собственно говоря, давайте для начала установим шаблон. Итак, для начала я хочу показать, что у меня, на самом деле, пока ни одного шаблона нету. Вот, поэтому я сейчас открою браузер. Вот мой браузер. Так, я открою GitHub. Ну, собственно говоря, ту ссылку, которую я вам показал. Вот они, микросервисы. Вот здесь у меня есть папка Output. Вот этот файл я могу скачать. Назад. Я постараюсь сделать так, чтобы было, ну, как бы, все настолько наглядно и просто. Так, теперь откроем папку. Так, я скопировал из папки загрузки шаблона. Теперь открываю обыкновенную папку Visual Studio. Она у меня лежит в документах. Visual Studio template. Теперь открываю Project. И теперь вставляю сюда эти два файла. Больше мне это не нужно. Так, сейчас проверим, появится ли нет. Нет, не появились. Тогда нужно сделать вот так. Сейчас проверим. О! Кажется, они появились. Вот, собственно говоря, шаблоны готовы к работе. Теперь я переключусь в Price Point и продолжим. Так, поехали дальше. Ну, собственно говоря, что у меня на экране. Во-первых, ну, по большому счету, сразу оба шаблона копировать не нужно было, потому что один, как я уже объяснял ранее в предыдущих видео, он содержит... А давайте вот как раз так вот посмотрим. То есть вот этот шаблон, который я установил, он называется Micro Service Template. И в нем, как вы видите, нет Identity Server, то есть в нем, собственно говоря, какой-то модуль системы, в которой уже какая-то авторизация должна быть. А, грубо говоря, на самом деле-то авторизация, если у вас нет в системе никаких авторизаций или там аутентификаций, то, в принципе, вы можете брать этот шаблон и использовать там без всяких ограничений. Ну, я имею в виду по правам. Второй шаблон, который вот чуть ниже есть, и он называется Micro Service Template with Identity Server 4. То есть в нем уже, как вы поняли, уже вшит Identity Server 4, в котором реализована авторизация и аутентификация на базе Microsoft Identity. То есть это полноценный микросервис, который может работать как, собственно говоря, и самостоятельный сайт. Ну что, давайте все-таки выберем шаблон. Шаблон будем выбирать, естественно, который с Identity Service. Раз у нас будет какой-то там каталог товаров, то, ну, давайте создадим этот, собственно говоря, каталог из шаблона. Сейчас я переключаюсь. Так, я, ну, друзья, у меня, как бы, на самом деле, большой монитор 4К, поэтому это накладывает некоторые нюансы при создании видео, то есть либо большое видео долго загружать, либо, ну, вот, играть с окошки. Ну, собственно говоря, вот. Так, я выбираю этот шаблон и начинаем запускать его. Я думаю, что, итак, мой, мой сайт будет разбираться. Глобон, где не знаю. Вот. Каталог, что-нибудь. Каталог. Ну, наверное, так. Ну, пусть были так. Дальше. Система, по идее, должна его создать. Так, создалась. Ну, и что у нас есть на данном этапе? Сейчас уйдется, наверное, восстановление. Да, вот. Наггет пакет восстанавливает пакеты. Проверим, нет ли ошибок. Ристору комплект быстро. Ну, и, как я уже объяснял на предыдущих видео, но все-таки давайте пробежимся. Значит так. У меня есть один главный, так называемый, контракт-проект, в котором собраны все экзепшены, нумераторы, интерфейсы обобщенные, в смысле, общие для всех проектов. То есть здесь, по большому счету, просто статистическая информация, которая шарится на все проекты. Ну, шарится в смысле, можно использовать. Дальше. У меня есть уже по умолчанию точка модул проект, в котором есть основные базовые сущности, в частности, лог, она призвана и логировать бизнес-логику. Мы будем ее сохранять в базу данных, ну, собственно, таблицу logs. У меня есть дата-проект, в котором есть уже реализация application-db-context, это db-context. У меня есть model configuration, к примеру, можете посмотреть. У меня есть инициализация, это базовый контекст. У меня есть уже сущность application-user, application-raw, есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы создать identity. И, собственно говоря, у меня есть сам проект web, который содержит уже определенное количество там бизнес-логики, то есть каких-то базовых наработок. Вот с этими базовыми наработками я, собственно говоря, хочу вас познакомить, что это есть, для чего это надо, как это использовать. Безусловно, вы можете это не использовать, а вообще выключить видео и больше сюда. Ну, ладно, поехали дальше. Так, первое дело, что мне нужно сделать, давайте я вам покажу, что это все запускабельно и все работает. Ну, запустить я для начала это не смогу, потому что мне нужно найти свойства проекта. Свойства проекта в закладке debug, нет, не debug, а build, да. Мне нужно поставить вот такую галочку. Эта штука будет использоваться для swagger, который будет запускаться и использовать XML-файл, чтобы сгенерировать всю необходимую инфраструктуру, чтобы можно было отобразить. Дальше, что мне еще нужно? У меня нет иммиграции, да. Ну, мне для этого нужно сделать вот таким вот образом. Ну, и вам, собственно говоря. Мне нужно для начала создать миграцию. Миграция – это создание базы данных, то есть переходного периода. Первый переходный период называется initial, ну, то есть как бы инициирующий, то есть стартовый, изначальный. Я выбрал обязательно проект, в котором лежит applicationDBContext, вот он проект, вот он DBContext. Ну и, собственно, игра сейчас запускаем. Создание базы данных. Да, вот она создалась, миграция. Здесь, собственно, игра написана, что будет создано в базе данных. Какие таблицы, вот наш самый LOX, вот CLIME, ну, в смысле, связанные с авторизацией, аутентификацией Microsoft Identity. Ну и следующим этапом для того, что… А, еще стоп. Сейчас таблица создана, но мне нужно еще сказать, где она у меня будет лежать. Вот здесь вот в файле конфигурации нужно написать SQL Server, ну и, собственно, название базы данных. у меня SQL Server находится на моем компьютере. У меня колобок, ну, в смысле, ноутбук. Колобок, ладно? Колобок получился. Инстас SQL Server называется 2016, ну, потому что я обычно ставлю их несколько, ну, вернее, приходится их ставить. Ну и когда у меня… Когда у меня уже… Да, я не смею могу сейчас сделать апдейт. database. И, собственно говоря, у меня должна создаться база данных. Да, что-то начинает двигаться. Двигается. Надеюсь, быстрее будет. Да, вот создается база данных. В данном варианте я использую подход под Fios. На самом деле существует много вариантов. и вот все самое современное, потому что вся бизнес-логика вложена непосредственно на все шарф-классы. Значит, это и не тестирование, версионирование, и поддержка на гита, то есть версия не только самих скриптов, но и даже файлов. Это, на самом деле, очень удобно. Ну, если сейчас мне повезет, я запущу программу. Так, что тут у нас с SSL? Ну, ладно, давай, пусть будет SSL. Меня спрашивает разрешение установить SSL в сертификаты для Spadop Netcore. Вот. Я сейчас... Ну, опять же, всего того, что у меня монитор такой большой, зараза. Вот. Ну, как вы видите, микросервис запустился. Здесь у меня что есть? Вот. Регистрация пользователя, просмотр пользователя. Давайте посмотрим, работает или нет. Нет, не работает, потому что код не авторизованный. Давайте попробуем авторизоваться. Ну, так. Давайте посмотрим, как я должен авторизоваться. Это очень просто сделать. У меня есть какие-то данные. Вот. У меня создается пользователь. это так называемый seed-метод, который вызывается в самом начале программы, который отвечает за миграцию базы данных. Вот стартовый файл. Вот создается хост. И, собственно говоря, вот этот инициализатор. Проверяет наличие в базе там ролей. Кстати, какие у меня роли создаются. Мы же будем делать хороший проект. Ну, плохо получилось. В общем, у меня роль будет. Ну, хотя... Хотя это не будет юзер, да? Покупатель. Кастермер. Кастермер. Вот. Есть у меня администратор. И есть у меня роль тастера. Клиент, заказчик. Вот. Так. Теперь что нужно сделать? Давайте я вам сразу тебе покажу. У меня база уже создана. Но я ее сейчас вот так сделаю. Drop database. Мне главное, чтобы она опять же была выбрана. Дата. У меня подтверждение, что нужно базу удалить. Так. Да. Удаляй. Ну, и вторым, следующим этапом я ее просто пересоздам. Теперь у меня роль уже будет, соответственно, кастермер. Да? Я же кастермер ее назвал. Да. Наверное, я кастермер назвал. Да. Кастермер. Ну, то есть заказчик. Потребитель, клиент, неважно. Собственно говоря, у меня здесь есть какие-то данные первоначальники, которые заполняются. Вот он. Пароль. Раз, два, три. Раз, два, три. С вопросом. Имя пользователя. Вот. И таким образом, если я сейчас запущу. Ага. Я же так запустил. Ну. Перезапустите. Ничего. Вот. У меня этот пароль. Видимо здесь раз, два, три. Раз, два, три. Восклицательный знак. Здесь я должен отметить галочку, куда я логинюсь. Ой. Авторизовался. Ну и собственно говоря, теперь я, по идее, должен получить профиль пользователя. Да. Все получилось. Что-то тут. Ага. Ага. Ну мелочи на самом деле. Ну собственно говоря, я получил то, что и обещал. Так. Это как бы вот самое начало. В дальнейших видео мы будем работать с этим проектом. С этим UI. Прошу прощения. Нажал. Вот. Поэтому дальше будет интересно. Так. Что дальше. Ну так. Я. Давайте следующий шаг. Какого? Флайта щелкну. Смотрите. Давайте определим сущности и бизнес логику, которые будут. Будут. С которыми мы будем работать. То есть создавать. Которые мы будем тренироваться. Будет пилотный проект. И так. У нас будет каталог. Каталог. Каталог у нас. Сущность. Которая может быть вложена несколько продуктов. То есть вот продукт. Вот продукт. То есть понятно. Да. У нас один продукт должен быть всегда привязан к каталогу. Каталогов может быть несколько. Дальше. У нас. К каждому продукту. Ну тут вот стрелочка стоит только у этого. Ну вообще считайте, что у каждого продукта такая стрелочка стоит. Можно будет пометить тегами. Метками. Ну это опять же будет очень удобно искать. Ну как я считаю. Вот. У каждого продукта можно пользователь. Какой-нибудь там посетитель сайта. Можно написать ревью. Опять же. У каждого. Вот. Я просто в этом месте написал. Не у всех. Ну чтобы было наглядно понятно. Опять же повторюсь. У каждого продукта может быть набор меток. Их количество не ограничено. Ну вернее мы будем ограничивать. Одна метка тег может быть у разных продуктов. Ну например там. Ну неважно. Вот. Ну и собственно говоря. Ревью. Она привязана к конкретному продукту. И может быть только у одного продукта. Одно ревью. То есть. Не может быть разные. Но у всех. Одно и то же не может быть у разных продуктов. В отличие от тега. Отметок. А помимо этого. В нашей реализации еще будет application user. Собственно говоря. Мы уже даже с ним зашли. У нас будут роли. Который даже поредактировал. Ну и сущный слог. Которая была описана ранее. Дальше. Все это будет построено по примере вот этого видео. Которое. Сейчас секундочку. Ссылочка. В этом. В этой сущной. Ой. В этом видео. Описывается. И реализуется архитектура приложения. Которое было описано вот в этом видео. Там 29 слога кстати. Тоже посмотрите. Если интересно. Если что-то будет непонятно. Там четко описывается. Что от чего. Куда вливается. Что от чего зависит. И что для чего нужно. Мне кажется это было бы удобно. Ну и собственно говоря. В заключение к этом видео. Я постараюсь сделать не очень длинный ролик. Потому что сам понимаю. Что не всегда можно найти. Много времени. И так. Как таковой раскадуровки по темам. Или там на количество видео. Нету. То есть количество эпизодов. В данной серии. Неизвестно. Они будут поступать. По мере необходимости. Я предполагаю делать по 10-20 минут. Но может быть какие-то редкие исключения. Когда нельзя что-то во что-то вложить. Там еще что-то. Но буду стараться. Коротко. Ясно по теме. Там если что-то сделать. То именно так. Если там второе это. Буду создавать второе видео. Сюжетная лидия. То есть. Всего вот этой разработки. Как это сказать. Публичной разработки. Да. Она будет меняться. По ходу создания каталога товара. В зависимости от конкретных задач. То есть. Я буду решать задачу. Там допустим. Загрузки файлов. Или еще какой-то. Не знаю. Или там картинок. Да. Будет по этому видео. Если вы напишите комментарий. Я вернусь назад. Покажу. Я пишу. Отвечу на вопросы. Ну. В общем понятно. Да. Как принца будет. Ну. Видео. Я так понимаю. Что будет. Не одно. Не два. И даже может быть не десять. И может быть даже не двадцать. А много. А. Вот. Время частота выхода серии. Зависит от наличия свободного времени. Уж простите. Я не могу. От утра до вечера. Ну. Заниматься этим видео. Хотя. Это наверное было бы интересно. Посвятить этому жизнь. И. Может быть даже зарабатывать на этом. Ну. И. Собственно говоря. Что вот это вот все увидеть. Пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Будьте в курсе. Будете. Я точно вам говорю. Что будет интересно. Ну. А пока все. И спасибо. Пожалуйста. Смотрите. Давайте полайкаем это видео. Чтобы я хоть примерно понимал. Кому это интересно. А еще лучше подписывайтесь. Всем спасибо. За ваше внимание. Пожалуйста. Пишите комментарии. Может быть. Я что-то упустил. Будем смотреть. Думать. Решать. Всего доброго.